Всем привет! Вы на канале Жизнь с цветами и без. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Ребята, это у меня поляна возле моего дома. А это Миля, шабачка веселая. Привет, шабачка! Привет, привет, привет! Я тебе подарок можно дам? А то у тебя соседка бывает злюха. На, это я ей принесла. Угостишься, угостишься, моя девочка. Давай, давай, давай. Ой, так, ой, так. Поприветствовала моих зрителей. Все, мы идем дальше. Так, ребята, это поляна возле моего дома. Повторяюсь. Одуванчики уже цвели. А это лютики. Утики, цветочки, у меня в садочке, милая, любимая, не дождусь я ночи. Это наш парк. А вот наша ярмарка выходного дня. По субботам здесь торгуют промышленными товарами и цветочками. В воскресенье тоже бывают цветочки, но редко не разрешают. И в воскресенье здесь еще продукты, в основном продукты. Что я хотела вам показать. Кто давно со мной, вы видели, как сажали этот парк в прошлом году за один день. И мы все переживали, многие во всяком случае, выживут ли деревья после жаркого-жаркого лета. Не все, ребята, деревья выжили. Вот смотрите, сухое дерево раз, вон сухое дерево два. Я смотрю, может быть, снизу что-то они пустят еще росточки, но пока не наблюдаю. Вот. И вот. Вот сухие деревца. Остальные все живые. Так, вот там еще одно. Так, три мы насчитали, да? Дерево, которое засохли. Сейчас пойдем проверим. Это клены. Вот я вам свой двор, свой парк. Вернее, это не двор, это наоборот, за домом. Наш парк еще не косили. В прошлом году раза четыре, наверное, за лето косили. Так. Какие-то деревья раньше распустились, какие-то позже. Ну, в общем, кстати, я тут одно дерево наблюдала. Так, это четвертое дерево. Сухое. Очень жалко. Не знаю, что они будут делать. Может, будут ждать, когда они отойдут. Может, от корней поросли дадут. А может, заменят. А может, и нет. Никто не знает. Это пятое дерево. В общем, я шесть деревьев насчитала. А нет, вон еще туда дальше не пойду. Семь. А нет, шесть. Смотрите. Дерево голое. Абсолютно голое. А здесь, смотрите, какая красота. Пошло расти. Может быть, и те деревья также отойдут. Хорошо бы было. Ай, вот. Нет, все-таки. И вот еще одно. Вот ее лыпало. Прям иду, сама и радуюсь. И сама тут же расстраиваюсь. А это в ящиках. Это местная жительница, соседка моя, тоже сажала сюда деревца. Здесь, я так понимаю, тутовник. И она на зиму вот так вот ящиками их отгораживала. А чтобы ветрами не сдуло. У нас ветер сильный. А это, да даже это может и не шелковица, а что-то другое. Видите, даже растяжки поставила, чтобы не завалилось. И ящики это еще, чтобы когда косят молодые деревья, ну, не поранили. Ну, в общем, как-то так. Ладно, деревья парк вам показала. Теперь идем на ярмарку. Жек Пасхи продает очень много искусственных цветов. Но я вам их показывать не буду. Нас интересуют живые цветы. Здравствуйте. Вот это драцена в какую цену? За 300 рублей возьмете. Возьму, только на обратном пути. А если не купят? Ну, купят, значит, не судьба. Смотрите, это с бутонами, да, кактусы? Да, с бутонами, я могу вам сейчас показать. Почем, в какую цену? Ну, вот эти по 350, эти по 200. Ну, ребята, видите, цветущие, 350, 200. А это мамиллярия. Мамиллярия в какую цену? Нет, я снимаю, у меня канал. Мамиллярия в какую цену? Да, вот эти по 150. По 150. Ребята, цены, да, нет? А Рео в какую цену? 500 рублей. Ну, это там за счет горшка, и, как говорится, и целый год растил. Ну, понятно. Так, толстяночки в какую? 100 рублей. Ребята, цены вообще приемлемые. Ну, я не перепуг, я вот вырастил. Я поняла, что домашняя. Так, а это у нас... Там, в Вашингтоне, пальма, алоэ, алоэ, вера. Это кактус, скала, вот. Не помню, как называется. Это скала, ну, народная. Сколько он стоит? 300 рублей. Недорогая. Ну, пальма у меня как... Часто такое символическое. Угу. А бегонии? Ой, герани. Герани по 350. Ну, по 300 можно. А вот драцены прям большие. По чем большие драцены? Ну, вот это рублей 800. Ага. Это тысяча. Класс. А это... Аспарагус? Да. 250. Вообще большой аспарагус, 250, ребят. А там он еще есть тоже. А, там еще сансевьери вижу. Даже трехполосная сансевьери. А чего вы ее сюда не выставили? Да, что-то как-то... Трехполосная сансевьери. Ну-ка, покажите нам ее. Сколько она? 250. 250, ребят. Вообще обалдеть. У меня все это есть. Так, и опунция. Опунция прям большая. Опунция где-то ей больше года уже, наверное. Ага, и сколько? Полтора. Ну, 500 рублей. А шифлерка? Шифлерка? По возрасту не скажу, но 500 рублей. Так, а вот недавно кто-то искал алое, доктор. Какую цену они? Алое по 500, ну, там, тире 400. А вы на следующую субботу будете здесь? Нет, я разом. Я могу номер оставить. Я сам местный на острове живу. А, так а вы в группе состоите, Михайловской? Потому что в Михайловской группе... Вот кто-то спрашивал алое в Михайловской группе. Вот они тоже, у меня много подписчиков у нас в Михайловских. Но если что, с вами свяжутся. Света, посмотри на мой сфинантус. Так, чуть-чуть пробегу прям по рынку. Вещи вам показывать не буду. Это неинтересно. Наверное, неинтересно. Я так думаю. Но так интересно. Знаете что? Здравствуйте. Меня уже многие стали узнавать. Ну, потому что канал смотрят. Ой, а это такая ответственность. Именно перед местными жителями. Потому что я иногда что-нибудь как свистану. Здравствуйте. Как свистану на своем канале. Одно дело, мои подписчики, которые далеко живут, так тут ковтейку заметила. А другое дело, когда ты встречаешься в поселке с этими людьми. Здравствуйте. Это уже другая история. И становится иной раз неудобно. Да ладно. Всяка разная бывает. А вот моя соседка идет, которая каждый день ходит на море. Спортсменка. Ты можешь помахать нам цветочками? Молодец. Я сегодня сделаю вам вставочку. Она была на море и прислала мне видео с моря. Ну, хоть вы посмотрите. Нет, я вообще планирую сходить на море. Но не знаю, когда. В планах есть. Так, вот так разболталась и дошла до следующего места. Но в основном пока что привозят уличные цветы. Но все равно полюбуемся, да? Красиво. Продавцы заняты. Да, да. Продавцы заняты. Я не спрашиваю цены. Будем пока любоваться. У меня как-то одна, наверное, случайно зашедшая женщина обвинила. Говорит, ни цен, ни названия. Вот таким противным голосом и написала. Ни цен, ни названий. Но я всегда говорю, здравствуйте. Что, ребята, полюбуемся. Цен, названия не говорю. Здесь же не обзор такой с ценами. Поэтому любуемся. Смотрите, какая интересная расцветка. У Герани. Класс, да? Необычная. Петунья интересная. Явно звездное небо какое-нибудь. Хлорофитом. Прям огромный. Начинается запор мыслей. Вот скажите, как это? Герберы, герань. Помнишь, что на Г? Не глициня. Кто ты? Кто-нибудь помнит название этого цветка? Таёшкин. Гортензия. Гортензия. Я говорю, помню, что на Г. Не помню, кто. Слушайте, заткнитесь, пожалуйста. Строили тут ромашку. Помню, не помню. Да. А вот это, кстати, ростки киви. Если кто не видел, они вырастают, как виноград. Огромные. Но киви сажаются попарно. У них есть женские и мужские растения. Если один посадите, урожая у вас не будет. А это уже саженцы фигового дерева. Или фигового. То есть... Опять забыла. Кто ты? Инжир. Спасибо. А, гляньте, тут гортензия подписанная. Я там с той стороны была и не почитала. Вот голубика. А, смотрите, как голубика цветёт. Я впервые вижу, как она цветёт. Интересно. Пионы. Ух ты, ух ты, ух ты, как красиво. Радодендрон. Ага. Парку поесть. Мне цветочек оленький подарил мне он, А припёр в кадушке радодендрон. Слышали, Катя Семенова поёт? Послушайте, очень интересная песня. А сколько он стоит, этот радодендрон? Пять. Радодендрон, да? Красавчик. И сиреня. Венгерская. Вот смотрите, какая интересная. Цветы, как у сирени, прямо мелкие-мелкие. А листья какие-то пушистенькие. Так, продавец говорит, что кустовая дважды цветёт. Полтарник-полтора метра будет такой. И красиво пахнет вообще. Красавчики тоже растения. Как всегда, у этого продавца всегда много хвойников красивых. А это молочай, да, какой-то? Молочай, да, варегат. Ага. Смотрите, какие. А сколько молочай стоит? Мне вот эти все всегда цветы нравились. Видела. Вот, есть шоколад. Ага, это шоколадная. Вот, обычная. Ну да, варегатная. Розы. Королевы цветов. Как короновали их, да? Красивая. Но я всё жду, когда начнут массово возить комнатные цветы. Что же теперь делать? Что делать? Ничего. Ждать и долго ждать. Неделю. По чуть-чуть местные жители выносят свои растения комнатные. Но это больше рассада. Это, я так понимаю, перчик. Горький перец огонёт. А сколько один стаканчик перца? 30 рублей. Серёга, привет. Канал. Серёга просто о всём. Он любитель горького перца. 30 рублей у нас вот такая рассада. Так. Здесь. Ну, это всё понятненько. Прелестно! Прелестно! Ребята, ещё одно место цветочное. Но продавец занят, опять же. Ярмарка. Она у нас один раз по субботам, я же говорю, цветочная. И до двух часов дня, опять же, кто не знает. Опять же, сейчас у нас много отдыхающих уже начинают заезжать. Есть любители цветоводы, есть мои подписчики. Вот знаете, что именно по субботам в Туапсинском районе, в посёлке Новомихайловском, на набережной реки Нечепсуха, по субботам ярмарки, где продают цветы. А по воскресеньям ярмарки, где продают продукты. Всё? А то иногда мне пишут, Света, где это? Ну, я, по-моему, в каждом видео, хоть в начале, хоть в конце, хоть в середине, говорю, откуда я. И сама люблю смотреть видео, где люди объясняют, откуда это. Даже обзоры магазинов, цветочных, торговых центров, мне надо знать, откуда это. Так, смотрите, уже готовая красота, не пересаживать. А как это растение называется? Что-то я забываю его. Вот это вот, Летрантус. Летрантус? Плектрантус. А, Плектрантус, я знаю, но их же, наверное, много-много. Плектрантус. Да, их много видов, поэтому я этот как-то... Ирисы, смотрите, какие. Я же говорю, сейчас много продают именно уличных цветов. Комнатные будут чуть попозже. Остеосперма. О, какое название. Остеосперма. Красивое название. Это гераньки, да? Это гераньки. Какие интересные. Ой, смотрите, какие расцветки. Вообще здорово. Прям-прям-прям. Ну, как это? Кулиусы. Кулиусы. У меня и так-то с памятью ноль. Ну, сегодня особенно запор мыслей. Ой, кулиусы обалденные. Раньше... Так, в какую цену? Кто кулиусы? Нет, вот... Цисус. Цисус. Стаканчик 150. Ага, 150. Я в прошлый раз покупала куми. Это уж у меня свой канал. Чтобы люди знали. Может, кто прибежит. Так, красота. Вот эти прям шапки. Шапки. Очень красиво. Кулиус ампельный. Угловой стоит. Ампельный кулиус? Да. Интересно. Девочки, смотрите. Ампельный кулиус. Он будет вниз, да? Слезать, да? Да, да, да. Как прикольно. Прикольно. Ой, а вот сейчас питунья пахнет. В прошлую субботу я ходила. Питунья не пахла. А сейчас прям пахнет. Это львиный зев. Я нюхала. Я прям носом зарывалась. Не пахла. Может, сорт такой. Вот цисус большой. Красивый большой цисус. Мне так нравится. Вот когда на рынок приходишь, да? Начинаешь вот, ну, с телефоном разговаривать, вам что-то показывать. И обязательно кто-нибудь вклинится. И начинает учить. Фу, как некультурно. Мы уже дошли до другого. Торгового места. С цветами. Как всегда. Ромашки. Настурции. Здесь мало цветущих. Они все еще на бутонах. Растения. Бегония. Здесь Надя торгует. Она местный житель. Не приезжает всегда. Торгует своими цветочками. Так. Красота. Желтые петуни. Необычно. Так. Батат, да? Смотрите. Разновидность по 150 рублей. Где цена есть? Я вам называю. Это уже огурцы. Смотрите. Можно высаживать в открытый грунт, наверное. Не знаю. По 100 рублей стаканчики. Сегодня я прям удачно вышла. Ох, лилия. Это наверняка, которая тигровая. Красиво. Вербочки. А, ну да. Завтра же будет вербное воскресенье. Я всегда, когда говорю вербное воскресенье, всегда вспоминаю одну и ту же историю с детства. Так, давайте буду показывать и рассказывать. Всегда бабушка на вербное воскресенье ходила в церковь, там освещала вербочку. И приходила, всегда ее вешала под икону. Ну и когда я себя плохо вела, она мне грозила пальцем, показывала на икону, говорила, будешь плохо себя вести, Бог накажет. А меня, я вам скажу, в детстве лупили. Чем попала? Чем успеют? Я обычно убегала. И вот, и лозиной же доставалась. Лозина, хворостина, по-разному бабушка называла. Да и мама, господи, выросла ж на Кубани. Там же ж балакали все. И вот она меня всегда пугала этой иконой. А я всегда смотрела на эту лозину и думаю, да-да-да, Бог меня накажет. А-да ты меня накажешь. Лозина. И я всегда думала, что эта лозина под иконой висит для меня. Чтобы меня ею отхлестали. И еще помните, я не знаю, сейчас так делают, нет? Когда утром детей, я еще помню, в кровати лежала. Вот почему я еще и запомнила, что били лозиной. Бабушка приходила, с церкви, видимо, я еще спала. Откидывала одеяло и начала у меня хлистать. Ой, клематисы какие красивые. Этой лозиной. Ну, естественно, не больно. И говорила, какие же она слова говорила. Что-то типа, что я расти должна. Глянь, вылетела с башки. Если кто помнит, если сейчас где-то эти традиции соблюдаются, напишите. Что-то я должна была расти. И поэтому мы хлистали этой вербочкой. В общем, не помню. Показываю красоту и рассказываю истории. Да, цветов много. Но все больше, конечно же, уличные. А, еще вспомнила из детства, что вербная неделя всегда была ветреная. Но это для тех, кто не знает. Я знаю, что мой канал смотрят даже молодые люди. Вот всегда. И на вербное воскресенье, вот на завтра будет ветер. И эта неделя была вербная, ветреная. Бабушка всегда говорила, что ветер деревьям ветки там заплетает или расплетает. И девкам косы расплетает. Что вся неделя будет ветреной. Да, по молодости нам это было неинтересно. Фыркали. Но все равно я много чего помню. А сейчас уже и спросить не у кого. Уже все поумирали. А мы молодые старухи-пенсионерки. Я, кстати, пенсионерка. Тоже об этом всегда говорю. А то иногда ко мне обращаются. Люди пишут. Думают, что мне лет... Остапа несло. Шашнадцать, поди. Далеко не шашнадцать. Мне пятьдесят восемь. Я на пенсии почти два года. Ну, по новому стилю. Добавили мне полтора года. Ой, ладно. Ну, так. Прошлась по нашей ярмарке. Прогулялась. Купила себе там зелень на борщ зеленый. Завтра-то будет ярмарка продуктовая. Зелени будет много. Но в субботу вот в конце ярмарки, опять же, для местных говорю, стоит всегда женщина с зеленью своей, домашней. И когда зеленый борщ варишь, аромат обалденный. Нет, та привозная зелень, она тоже пахнет. Но, мне кажется, местная, которую прям в грунте вырастили, она намного запах дает ярче. Ну, это, наверное, в моей голове так. Елена Агоповна, помашите нам ручкой. Это я работала с этой женщиной когда-то. И она уже на пенсии, и я уже на пенсии. Я смеюсь, мы всегда встречаемся либо на ярмарках, либо на кладбище. Вот сейчас начнется поминальная неделя, поминальные дни, Пасха. И начнем все встречаться. Так, что я вам хотела рассказать в конце. Значит, у меня есть одна, не знаю, как сказать, подписчица она моя или нет, не знаю. Может, случайно заходила на мой канал. Мадам. Мадам, будем ее так называть. И вот она мне под двумя видео, причем не в один день, а в разные дни, пишет. И вот опять эти дурацкие вставочки из этих дурацких фильмов. Вы представляете? Вы представляете, что это, кто это? Такой человек, который называет классику советских фильмов дурацкими. Ой, дурак. Режиссеры Гайдай, Меньшов, ну, не буду всех перечислять. И она говорит, что это дурацкие, я не знаю. Ты! Это. Ты тобой! Чего того? Давай, давай, не безобразней. Сразу говорю, ребята, не расстраивайтесь. Вставочки как были, так и будут. Мне самой это очень нравится и поднимает настроение. Так, еще что-то было. Думаю, надо в ближайшем видео рассказать. Вот, говорю, тут помню, тут не помню. Что-то еще раз за вопрос было у меня. А, вот, опять же, по этим фильмам у меня спрашивают. И не один раз. Света, мол, как ты делаешь подборку этих фильмов? Неужели ты наизусть знаешь? Я говорю, ребята, точно. А вы угадали. Я знаю все фильмы наизусть. Да вы, блин, даете. Я вообще киноман. Я фильмы, вот даже фильм «Девчата», мы с мужем всегда прикалывались. Он говорит, ты что, этот фильм наизусть знаешь? И вот когда еще были кассеты или диски, вот фильмы были, да, я включала и делала уборку. И могла вот просто впереди артиста говорить за него текст. Муж всегда прикалывался, говорит, как ты можешь такое запомнить? Я говорю, вот могу. Вот тексты я запоминаю, ребята, на раз. Но я полная, жирная дура в циферках. Вот вам речку показываю. Я до сих пор не знаю таблицы умножения. Вот эта речка, кто у меня недавно ко мне на канал зашел, она иногда разливается и затапливает мой любимый поселок. Поселок Новомихайловский, Туапсинский район. Вот цифры и космос, это у меня на одном уровне. А вот что касается песен, фильмов, стихов, любого текста, вот где буковки, я запоминаю, где циферки, это ноль. Вы, наверное, обратили внимание, кто давно со мной, как я путаюсь в этом. Даже вот последнее видео, где мы, вот этот проект совместный по выращиванию хильдвинтеры, я же сказала, что 4 месяца прошло. Ребята, я видео пересматриваю, прослушиваю, чтобы нигде не лохануться. Ага! Говорю, 4 месяца прошло, а на самом деле-то прошло 3 месяца. Ну, в общем, ладно. Ну, до веселой ноти. Поржались меня, да? Я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что все будет хорошо. Вот даже не сомневайтесь, я это точно знаю, потому что по-другому просто быть не может. Я на праздник ожидала от него подарочек. Может быть, коробочку или конверт без морочек. Все мои мечты купил одним махом. Сказал, достойно я подарка с размахом. Предположим, что в коробке на цепи весюлечка. Даже если три карата, все равно пятюлечка. Все мои мечты убил одним махом. Короче, притащил подарок с размахом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова